приветствую друзья приехал на один водоем я об этом озере знал я его видел на нем был но ни разу не ловил именно не знаю почему но рыба тут в любом случае есть поэтому я с микродвигом буду пробовать уговаривать и разведывать новые места на данном водоеме спиннинг которая сегодня собой взял это сейф орион 742 с это новиночка усеев длина 2 метра 24 сантиметра тест до 5 грамм от 1 грамма я им ловил нормально до 5 грамм я ему ловил очень даже и нормально мне нравится как бы этот спиннинг да конечно же именно к забросу ориона я немножко привыкал потому что немножко жестче чем обычно я привык но я привык к мягким спиннингом а большинство рыбаков любят наоборот что-то побыстрее вот кстати этот орион он быстрее чем 702 модель и деликатнее чем 742 с тестом до 7 грамм то есть такая золотая середина катушечка дайва флэга аути размер 2000 хорошая рабочая катушка в ролике подшипник крутит вертит мотает мне нравится на катушечку меня намотан шнурочек яматоя light game 03 по японии тонкий скользкий вылет хороший тоже как бы ну такая золотая середина скажем так оптимально под такие веса под такую снасть я нацелен на окуня поэтому поводок из флюрокарбона диаметром 0 18 миллиметров длина где-то 30 35 сантиметров грузик 3 грамма и приманочка 2 дюйма сев виброворм в таком классном оливковом цвете ну поехали водоем я не знаю в принципе я его видел проходил но никогда ничего не ловил мирно рыбка тут есть я думаю хищник тут тоже есть и такая рыба как окунь она в каждом водоеме водится единственное что может не во всех регионах но у нас окунь он есть во всех водоемах поэтому можно прийти с деликатными снастями и половить того же самого небольшого окушка вот сейчас и попробую поискать кого найду того и поймаю есть контакт прям под травкой недалеко от берега и вот такой вот первый окунь который открывает сегодняшнюю рыбалочку но давай же красавец покажись во всей красе да вот он какой красавец скушал аккуратненько как видите два дюйма приманка и вот такой небольшой окунь распечатались еще один отсюда же прям вблизи травки берет какой хороший хороший окушочек на самом-то деле небольшую приманку вот такой красавец также недалеко и по-хорошему конечно ловить если прибрежной зоне ловишь то уменьшаться и в весе но я не хочу туда-сюда менять постоянно вес я-то прорабатываю всю дистанцию поэтому мне три грамма она оптимальна ну и под берегом да в принципе можно будет чуть чуть меньше на окунь и так ловится окунь и так ловится а вот даже вот такой небольшой 3 грамма два дюйма а скушал то посмотрите куда он ее там съел дружок ты ты наверное ошибся ты не судак ты не щука как зачем для чего но тут интересно и жесткая кстати отстукивает прям в руку отбивает но на жестких местах пока никого не было весь окунь вот отсюда вот он ахих ух 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 есть добрал добрал какой он бойки такой азартный отдай приманочку мою отдай дай хвостик не рви приманка кстати ну мне нравится эта форма вообще сама по себе форма рабочая те же самые теоги вибровормы в руке пшеды вот такие прогонистые вытянутые с рабочей пяточкой и на на мину есть тоже в размере два с половиной по дюйма или два дюйма то есть форма рабочая и не такая объемная и окуню проще такую приманку съесть все прям из-под носа наверное на мормышку было бы сейчас самое то здесь ловить но я как видите не знал взял с собой орион чиков к такой микроджиговый спиннис которым очень легко можно разведать потому что можно ловить и на минимальный вес и можно ловить на такой 5 грамм плюс два дюйма приманка он спокойно этот вес забросит куда надо то есть при необходимости конечно же и с таким тестовым диапазоном можно выезжать на многие водоемы и искать хищника потихонечку перемещаясь место на место окунь есть и в большей степени он ловится именно под ногами нравится ему до пробочка и водоросли за которыми прячется друзья что касаемо спиннинга вы часто спрашиваете как он по сравнению с 702 моделью которая до 5 грамм и длина по моему 209 вот я скажу так очень похожие спиннинги у них одинаковая полностью одинаковая в клетчика которая хорошо показывает и минимальный тест и в принципе на максимальном тесте хорошо забрасывает единственная разница это у них строй ну длина соответственно и строй 702 модель более мягенькая она более так деликатно ощущается эта модель я бы так сказал для ловли вблизи берега под ногами разную рыбу и маленькую и крупную просто если у вас условия ловли такие что вам не нужен дальний заброс небольшие водоемчики и каналчики речушки и ловля вблизи берега то я бы выборный раз дело в пользу именно 702 модели что касаемо 742 модели у нее немного жестче строй она больше подходит под ловлю ветер она хорошо пробьет ветер на течении не так будет сильно загибать и самое главное это максимально дальний заброс ну и соответственно за счет такого строя немного я бы сказал поувереннее будет работать с щукой и с удочками вот вам нужно определиться просто-напросто вам нужен помягче или пожестче подлиннее для дальнего заброса или же вы будете ловить под ногами и уже от этого выбирать тот спиннинг который вам больше предпочтительней но оба спиннинга хорошие и деликатные и подарят вам массу приятных ощущений при ловле на всеми нами любимый микроджиг немного переместился потому что мест мало в том месте прекратились поклевки как тут ну чуть-чуть поклевала и все надо разведывать и другие места а мест тут конечно же мало небольшой водоем на самом деле поэтому интересно было что за рыбка тут есть и как она себя проявит есть рыбка ой уж обидно как хорошая была рыбка хорошая но окунь это был такой нормального размера потому что ориончик прям звонко очень все передал скажем так но попробуем в травке вот смотрите на приманке у меня есть немного такой травы тины вот он вблизи этой травки и уловится но если он там есть значит он должен до ловиться можете не сильно там прям укололся так чтобы испугаться попробуем до ловить вот этого хоть выведу и посмотрим сейчас размер размер друзья очень даже не неплохой для микроджига вот такие вот окуни кушает аккуратно приманку и уловится дай дай и иди на свободу я кстати малька не вижу чтобы был малек или его кто-то гонял нет окунь видимо сам по себе держится именно прибережной зоне где травка ему там и проще спрятаться и проще если кто-то будет ходить атаковать и видите он так неплохо кушает приманочки ну-ка дружок открой пасть отдай приманку вот чем хороший микроджиг тем что он ловит любую рыбу которая есть водоеме я не знал я предполагал что тут за рыба я имею ввиду я тут никогда не ловил никогда не пробовал тут ловить и видите с микроджигом маленькая приманка легкий вес я пришел приехал начал разведку боем так сказать и сразу есть поимки есть поклевки то есть микроджигом намного проще поймать рыбу чем с любой другой снастью ну тем более вот таких вот хороших полосатиков конопатых вообще очень приятно ловить посмотрите какой красавица скушал так и аккуратненько кстати берет приманку вот такой классный опыт а я я я я прям увидел вы знаете плетенка она именно просела а слабого как будто он взял и вперед шагнул ну прошелся скажем так вот прям именно содрогнулась а слабо плетеночка и вот он красавец и вот такой красавец прям жадно так с аппетитом ударил а кушков вообще приятно ловить мне нравится эта рыба я наверное на каждой рыбалке это говорю но друзья действительно окунь это та рыба которая есть в каждом водоеме которую ну не так уж и сложно поймать и которая приносит ну много приятных ощущений когда вы уловить ее на деликатные снасти в целом на легкие спиннинги окунь боец еще тот ах о но очень часто застает именно врасплох такие поклевки иногда будут бывают резкие не ожидаешь вроде как и ждешь эту поклевку но когда она происходит вот именно ее в этот момент почему-то не ожидаешь и ударчики такие резкие хорошие конечно щука это другая рыба судак другая рыба жерех голавль яйца это все да и но окунь это самая доступная самая простая рыба которую везде можно поймать и получить при этом максимум приятных ощущений вот он но этот не поймался этот как-то забагрился посмотрите заплавник что он как он выкручивался выверчивался да подождите скользкий тип эти освобожу все равно и благополучно откусили хвостик моей приманки зато будет повод поэкспериментировать сниму я этот обрывок уберу в коробочку чтобы такого взять да берем это суда работает приманка именно активная ну давайте попробуем тоже кстати активная приманка это у нас актив слаг в таком классном карамельном цвете хороший цвет и яркий относительно я думаю должен работать ну плюс еще 300 ручек крючок у меня сев размер по моему восьмерочка и он оптимально для двух дюймов посмотрите какая красота но цвет просто шикарнейший кстати у меня этот цвет очень хорошо работал по судаку еще давным-давно поэтому всегда скажем так у меня есть приманка именно в таком классном цвете так где были те разбойники которые откусывают хвосты у твистера хвостик чуть-чуть другой его немножко наверно будет сложнее откусить но все же это возможно и посмотрим как форма и цвет сработает сработали прям сразу окунь реагировал смотрите как на небольшой конечно же но он съел эту приманку это была поклевочка я думал так звонко мне в руку отбил рион касание дна это поклевка и смотрите окунь то хорошие да покажись дружок да окунь хороший со шрамами кто-то его пытался раньше видимо кушать и если приманка этом но неплохой такой окунь как раз таки вот чем хороша такая небольшая приманка 2 дюйма до 2 дюймов скажем так она универсально под небольшую рыбку если два с половиной три дюйма они хорошо ловят и небольшую рыбу и уже довольно таки и среднюю то 2 дюйма ловит хорошо небольшую рыбу вот например вот эту с одной точки такие окунь и раздача это приятно именно поэтому у меня микроджиге самый ходовой размер это два дюйма потому что размер такой который влезет в пасть любому маленькому окуню до которая под берегом в траве водится также заинтересует и более менее среднего окуня небольших садочков небольшая щучка до килограмма они тоже могут заинтересоваться именно такого размера приманкой если по условиям ловли понадобится уменьшением я спокойно уменьшусь 1 6 дюйма 1 и 2 дюйма даже один дюйм можно попробовать но это с деликатной подачи с легким весом но в целом именно 2 дюйма такая оптимальная приманка скажем так по размеру и по реализации вот кстати реализация на 2 дюйма очень даже хорошая залазит хорошо рыбе в рот ну и как видите ловится ох какой кабасик вот такие вот кабасики из-под травы видите на крючке трава вот он красавец но хороший шок он да смотрите какой эракез у него ох какой мощный мощный конопатый окунь скушал за краешек аккуратненько ловится хоть из-под травки но дальняк я все равно периодически прорабатываю потому что может быть по разному вдруг там рыбка покрупнее вдруг там другая рыбка скажем так будет поэтому обязательно даже если вы вокализовали где у вас в вашем месте ловится хищник все равно нужно иногда проваливать и дальние расстояния могут быть разные ситуации ну пока что травка это его крепость скажем так вот она охрана этой крепости сошел прям под носом сошел и сбил приманку кстати чем мне нравится именно приманки сев у них такой силикон он хорошо держится на крючке вот сколько уже было поклевок вот и приманочка еще живая не оторванная то есть очень очень выносливые заводские приманки они большинстве случаев такие именно но есть конечно исключение есть очень мягкие заводские не не всегда эта мягкость нужна а вот выносливость при активном клеве вот это конечно же плюс именно в приманках и как видите эти приманки нравятся не только мне но и хищнику тоже пока вел приманочку прям чувствовал что кто-то постоянно теребунькой догоняет поклевывает догоняет если не засекается там идет ожесточенная борьба видимо много тут окуня в этом месте под травкой и они прям чувствуется что как-то борется кто первее потому что именно поклевки такие знаете неуверенные происходят по чуть-чуть по чуть-чуть хотя вы видите что окунь ловится если он взял то он взял это не капризный окунь который теребунькает нет он он кушает он в настроении именно поесть из-за того что вот таких вот особей много у них идет пищевая конкуренция а когда у окуня пищевая конкуренция для рыбака это только плюс потому что можно хорошо половить на ловиться отдохнуть получить максимум приятных ощущений на рыбалку едем не за рыбой конечно же и за рыбой тоже да я тоже иногда беру рыбу я как бы нормально к этому отношусь но не всегда далеко не всегда если окуня то очень крупного беру но щучек могу взять там судачка запечь но еду в основном за удовольствием за удовольствием половить на таких вот активных проголодавшихся матросов вот еще как он взял и сразу пошел в сторону вот только опыт так интересно может и размерчиков какой аппетитный размер смотрите у нее такие классные пестрые плавники красненькие такие хорошие сам такой красивенький с ирокезом деловой мощный окунь кушает легко вот шахта у него ну не маленькая до 2 дюйма там вообще проваливается насквозь поэтому такой размер хороший подальше взялся не именно у травки вот о чем я говорю нужно и вдаль тоже иногда бросать потому что он может как и подходить берегу так и отходить от берега хороший окунь хороший окунь активный кушает в траву правда прячется иногда не пытается спрятаться избавиться от приманочки отдай отдай ее сюда уже начал хвостик даже переваривать понемножку перемещаясь из одного места в другое и нет пробрасываю где-то тишина где-то рыбка сразу себя проявляет без поиска без перемещений на одном месте если будешь ловить можно и не поймать а так глядишь еще какая-нибудь рыба клюнет не только окунь поклевка была да какая-то небольшая рыба видимо за хвост хватило раз не засеклась вот вот зато другая рыба засеклась окушок о хороший размер да неплохой окунь вот сразу закрывает пасть ты покажи для начала как ты слушал эту приманку а потом уже закрывай пасти и такой хороший ладошечный окунь поклевка конечно на орион очень звонко и вот такие вот окунь они прям удар такой хороший ощутимый удар еще и прямо оттуда же вот за камыш бросаю и вблизи берега вот такие красавцы и уловица прям хороший размер смотрите какой пузатенький хороший такой его уже кто-то ловил и причем не один раз раз дырочка два дырочка а у меня он скушал приманку прям глубоко очень глубоко съел отдай все жить будет красавец есть места конечно очень классный когда можно вот так вот вдоль берега покидать а это самые рабочие места потому что когда ты кидаешь перпендикулярно ну ты проваливаешь и больше делаешь забросов а тут можно так вот бросил вдоль бровочкой вдоль травки провел несколько раз и самая такая оптимальная ловля потому что окунь да и в принципе хищная рыба стоит вблизи травки и когда кидаешь именно вдоль нее кстати очень сопровождение было так вот когда кидаешь вдоль тогда в больших шансов на поимку его даже сопровождается родить я же говорю конкуренция поэтому он такой и активный смотрите как работает ориончик он хоть и строгий но на рыбе он динамически и прогружается сгибается нормально гасит рывки коко не прилипает конечно мягкие палочки немного получше скажу честно они получше держат вот такую рыбу с нежными губами но у ориона у него сходы хоть и есть но их мало это не альфа альфа вообще она совсем другая там строить такое что он прилипнет к любой рыбе с любыми губами здесь все-таки жесткость есть но здесь жесткость есть чтобы и просекать и судаков и щучек и акуни более крупных с их такими уже толстыми челюстями а вот таких вот молодцов очень даже легко не с первого раза взял но чувствовалось что то там такое происходит с приманкой и потом потек все-таки он более так уверенно проглотил приманку покажись хватит брызгать хватит брызгаться такой небольшой на классный окунь это микроджиг это вовля на деликатные приманки небольшой рыбы в удовольствие вот посмотрите как орион загибает окунь хороший окунь действительно хороший ну это горбачи такие микроджиговые горбачи смотрите какой позаденький классный окунь взял аккуратно приманку вот таких вот классно ловить друзья ставим лайки подписываемся на канал обязательно и вы тогда всегда увидите вот таких вот окунь в кадре и ка суда не надо в траву не надо в камыши иди-ка суда кушает с аппетитом скажем так в одном месте прекращается клев я бросаю в другое там проверяю я не ожидал как-то он прям так сразу так вот проверяю разные места даже те в которых чуть-чуть полавливал даю отдохнуть не переключаясь на другое место пройти бы тут везде и не утонуть вот эксперименты продолжаются водичка хоть и не мутная но я все равно применяю яркие приманки это так 2 дюйма такая интересная приманка за счет своей формы плавничков всяких выступов похоже на рыбку но не всегда конечно же это имитация рыбы именно так и необходимо как это преподносят именно производители потому что бывают приманки у которых нету схожести вообще никакой именно с рыбой а хищник и и есть атакует вот но зато красивенько прикольненько и цвет такой ядерный прям посмотрим как сработает я думаю что должен сработать тем более окунь сегодня просто активен разрывает ах это было поклевочка ух да и рыбка то сидит ага а я-то думал сошел слабина пошла и он видимо куда-то уперся сразу и пошла слабина и стал бровку уперся и стал вот такой красота что ты такой буйный а отдай приманку отдай вот вот она классная приманка вообще цвет интересный наверно больше летний чем весенний сейчас по холодной воде но как видите работать потому что рыба активная и мне интересно проверить какая приманка будет лучше работать может будет какая-то селекционировать более крупного окуня а может и нет я ничего не сделал друзья на падении ой размер ну размер хороший я даже не хочу такой спиннингом понимать размер очень хороший вот посмотрите таких окуней таких вот окушков одно удовольствие ловить берет аккуратно кушать вообще классный красивый хороший сильный спасибо тебе дружок за все таких вы окуни конечно же половить на мормышинг вот это было бы очень красочная и сочная ловля но сегодня с орионом хотел разведать водоем его разведал ну может быть позже я сюда и вернусь уже с более деликатным видом ловли и попробуем поуговаривать вместе с вами на сегодня такая раздача на микроджиг прям радует глаз руку ощущения замечательные еще один татика скушал тяжеленькие они какие-то тяжеленькие бойцы еще те чем крупнее окунь тем приятнее да и появительно деликатный спиннинг вернулся на предыдущее место и поменял приманочку что-то тофик не особо сильно сработал поэтому попробую тестерочек тоже в таком классном цвете оливка это энгри спин 1.8 или все два дюйма вообще эти строчки тоже неплохо ловят но больше щуку но посмотрим как именно поугунь сработает смена игры смена расцветки солнышко вышло ветер поднялся все это может повлиять и на кровь также была поклевка рыбка сидит клюнула и пошла на меня вот это уже приятно сразу же с заброса окунь среагировал да аккуратненько взялся и детей отцепился вот такой неплохой окунь странно конечно что яркие цвета не работает у меня не всегда работают почти всегда но видите сегодня не так и место новое для меня и окунь видео не привыкший к моим приманкам ярким а вот более-менее натуральные как видите кушает очень даже неплохо и размер окуня при этом очень даже и неплохой отдай твистер хороший окушочек хороших сразу нападение забросил ждал пока приманка приводница приземлиться и он нападение атаковал может кстати видно да как работает орион со своим сверх быстрым строем он динамически и на рыбе он даже неплохо нагружается и включается даже вот такие вот хорошие окушки но это не самый-самый огромный окунь это стандартный ладошечный окунь чуть больше ладошки они очень неплохо прогружают спиннинг взялся аккуратненько и не сошел это хорошо бросая вдоль берега хорошо что есть такие места но просто регулирую удаленность от камышей когда-то ближе когда-то дальше по-разному и смотрю где есть больше отклика окуня когда-то вообще бывает такое что нападение атакует только приманку паван одно он сразу и яростно с ударом где-то не так прям сразу вот а их поклевочка кстати вот видите окунь он интересуется да что такое а дай как так что это есть с какого раза я уже так сошел я уже не понял что это такой был еще раз вы посмотрите насколько он сумасшедший он раза 4 наверно там атаковал пока вот не засекся уже под ногами то клюнет то сойдет то клюнет то сойдет я уже говорю что есть рыба до сходит вот как-то очень интересно конечно не все такие рыбалки есть и менее уловистый но самое главное что рыбка клюет на рыбалку мы ездим за поклевками займ эмоциями чтобы отвлечься от быта от работы чтобы подышать воздухом на природе так сказать в общем рыбалка это такой отдых и сегодняшний мой отдых друзья он удался я очень доволен рыбалкой рыбка ловится как видите хорошая рыбка дарит массу приятных ощущений в общем отдых получился какой пузатенький классный окунь что друзья мне в принципе по рыбалке по собой нечего сказать вы все прекрасно видели сами как на что чем для чего в общем самое главное что окунь ловился гнул спиннинг натягивал шнур кушал приманки это главное отдохнул я прямо и устал даже ловить если вам понравилось видео то как обычно лайк подписка колокольчик до новых встреч на новых рыбалках